Приветствую вас, Катя. Я думаю, что вашей глобальной проблемой является бессознательное отторжение мужчин. Я думаю, что вашей глобальной проблемой является то, что вы боитесь сближаться, то, что сближение для вас это определенная сложность представляет, вот, ну, именно сближение, да, по факту сближение представляет определенную сложность для вас, вот. И, собственно, именно по этой причине у вас и возникают, ну, возникают такие трудности. Вот. Это то, что касается, вот, ну, данной ситуации, да. Вот. Вот, вы знаете, я читаю ваш текст, и я вижу, что для вас мужчина, да, это такая вот некая, знаете, отдельная какая-то категория, ну, которой вы руководствуете. То есть, для вас мужчина, это вот, знаете, как будто, что-то инопланетное существо, знаете, вот, мне видится так, что. То есть, вы говорите, что вы пытаетесь знакомиться, что вы говорите, что вы пытаетесь мужчин как-то искать, вот. А, я не думаю, что здесь вы поступаете вот прям корректно, да, потому что, значит, вы пишите, что у вас 27 лет не было неполноценных отношений, нерегулярного секса. То есть, получается, что уже тогда были какие-то проблемы в отношениях, да. То есть, уже тогда у вас не получалось выстраивать, ну, не получалось выстраивать отношения, не получалось выстраивать, значит, ну, взаимодействий с мужчинами, вот. По, ну, по какой-то причине не получалось это у вас делать, да. Вот. Далее вы пишите, что выходите замуж, значит, и вы пишите, что я вышел замуж и родила ребенка. То есть, знаете, вот у меня такое ощущение, да, что вы ребенка рожаете, рожали не потому что хотели, а потому что, ну, как бы, мужчина от вас, да, этого требовал. Вот. То есть, вы это сделали, как бы, ну, для него, вы этого не сделали для него, вы этого не сделали для себя. Вот. Понимаете? В какой момент. Вот. То есть, мне кажется, что само отношение к себе у вас, оно, знаете, искаженное, что ли. Вот. Ага. Понимаете? Какая, какая штука. То есть, здесь не улавливается, вот, четкой, четкой позиции не улавливается вашей по поводу того, как вы, как вы, например, к себе относитесь. Что вы, например, для себя, для себя хотели бы. Вот. Дальше, значит, родила дочь 28, а в 30 развилась. Из-за чего там, видите? То есть, смотрите, развод это очень травматичное событие в жизни человека. Вот. И нужно исследовать его, нужно понять, ну, как бы, нужно исследовать эту историю. Как бы, из-за чего вы, из-за чего вы развелись. Вот. Так, после развода замуж не рвутся, но хочу интимного партнера регулярно и нормально. Ну, так вам, если у вас четкий запрос, вам его и формулировать нужно. Например, допустим, на советских сайтах можно, как бы, размещать, да. Но, мне кажется, что у вас не просто стремление к сексу. Вы здесь пишите, что, значит, все время не получается ничего путного. Либо женатики резко сходят. Если кого стоит, то шатный, невнимательный потребитель. И все так же, раз в неделю или две. Ни конфетки, ни цветочки, ни от кого не вижу. Ну, это связано с тем, что вам не хотят, не хотят ничего дарить. И это связано с вашей моделью женского поведения. Я так, я так полагаю, я так подозреваю. Вот. А еще, это связано с тем, что вы себя не чувствуете женщиной. И своей женственность вы привязываете к сексу. Вот. А дальше, значит, что касается того, что либо женатики, либо холостей, но это зависит от того, в каких кругах вы крутитесь и где и как. Да? Вот. Значит, далее. Невнимательный потребитель. Так, знаете, все это тоже неважно. Мне кажется, год и месяц рвей на фоне безпочерного уходящего времени и безвратно-безвратно старающего внешности. Если у вас, мне кажется, кризис-кризис-кризис среднего возраста, начинающего, то есть я, конечно, могу ошибаться, но ваши переживания по поводу того, по поводу внешности и уходящего времени, это связано с тем, что у вас нет смысла жизни. То есть кроме дочери у вас никакого большего смысла глобального жизни нет. Осыда и слезы. Потому что, быть, у вас смысл, вам бы плевать было на возраст и на все остальное. Вот. Неумели вы, видите, так и достались без секса? Ну, здесь у вас жертвенная позиция. То есть это абсолютно детская позиция. Вы спросите, почему замуж не выйти? Да нет, мне спросим. Не хочу расплачиваться родами за чайское счастье. Так, а вот здесь вопрос, да? Такое ощущение, что вот вы говорите, мужики заставляют ровняться. Так, а кто же вас заставляет соглашаться, соглашаться? Я не преступница, мне случилось сидеть в тюрьме. Почему вы считаете, что ребенок из тюрьмы? Я с твоей дочкой отмотал вас 6 лет по состоянию его здоровья. Я ее, конечно, не люблю, но больше не хочу. Так, мой отчет с твоей задачей не вообще возиться с младенцем. Я не... Тут нужно исследовать, почему вы родили ребенка и для чего. То есть как бы... Отмотали 6 лет с дочкой по состоянию его здоровья. Отмотали. Тут как бы... Очевидно, что вы не были готовы рожать. По случить людей, так у всех мужики требуют и пофиг, что женщины. По 40 или даже... А зачем случить людей? Катя? Зачем случить людей? Не надо мне уже никакого замудчества, ну и вот такой ценой. Замудчество... Вообще... К замудчеству нельзя стремиться, потому что... Потому что это связано с людьми, да? Ну, замудчество это то, что связано с людьми. Нельзя делать с целью то, что связано с людьми. Вот. С другими людьми. То есть как бы нельзя делать с целью отношения там и так далее, да? Потому что чем больше вы делаете с целью своей, тем, соответственно, больше... Чем дальше она у нас находится. Вот. Дальше начну с ответного восприятия замудчества тоже... Нужно исследовать. Я не понимаю, что надо делать для того, чтобы решал. Да просто, в принципе, заниматься своим делом. Заниматься своим делом, глобально реализовывать свои ценности, проявлять себя, раскрывать себя и... Все будет. Вот. Это если хотите какую-то духовность. А если секса, то, ну, нужно просто профессионировать себя как женщина, которая ищет секса. Я думаю, что тут проблем с этим не будет. Вот. То есть опять же определиться, честно ответить себе на вопрос, чего я хочу, что мне нужно. Секс или все же, там, любовь, вы говорите, что хочешь любил. Знаете? Вот. Даже из своих волос и до сих пор этого не поняла. Ну, потому-то вы с собой не работали с психологом. Раньше искались, как-то, наверное, случайно. Но, знаете, вы Мишин здесь воспринимаете, как, во-первых, как вещи, во-вторых, свое поведение как-то искали. Ну, как искали? Вы, а вы где были в этот момент? Да? За что, не знаете, как искать. Ну, вот. Случайности не стало, я будто исчезл из хабаров. Ну, потому-то все случайно, рано или поздно заканчивается. Вы это не контролируете. Значит, нужно помочь вам обрести контроль. Мужиков вокруг нет одни бабы, на работе одни бабы. Да ищет адресу, что надо еще капнуть, что у нее из-за дочек секс не получает. Ну, вот опять, это, опять, вы не уверены в себе, да? И склонны ориентироваться на других людей. И что, опять же, идет из семьи, и что можно, можно скорректироваться. То есть, нет ориентирования на себя. Я сразу представляю сразу, что у меня ребенок, тоже ребенок, кто секс и крыкер дык. Ну, это стереотип. Это стереотип и ваша не уверена. Вот. Вот что мне такого проделать, чтобы встретить нормального мужика, чтобы часто ходил, его хоть чуть-чуть любил. Для мужчин, как правило, секс и любовь очень сильно различаются, поэтому вам нужно определиться, что вы хотите конкретно. Что касается того, что проделать, еще раз, зависит от цели. Если это и духовные отношения, это одно. Если это и сексуальные отношения, это немножко другое. Нужно анализировать ваше поведение, спрямо поработать. Даже с чувствами, вот весь ваш негатив, его нужно принять, его нужно как бы осознать и скорректировать свое поведение. Тогда вы будете просто более целостны. Вы будете более целостны. Пусть дали без подарков. Странно, вы пишите, что ни конфетки, ни цветочки, ни от кого не вижу, а тут пишите, что пусть дали без подарков. На мой взгляд, противоречено. Это такая власть в сравнении с приближающимися машинами. Ну вот, приближающиеся машины, это не принятие себя. Без этого тоже будет довольно сложно строить отношения с кем-либо. Поэтому это тоже нужно скорректировать. Так обидно стареть без любви и секса. С любовью и сексом не так обидно стареть. Дело не в любви и сексе, а в том, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете себя, вам с собой плохо. Правда, старение – это естественный процесс. Как естественно может быть обидно, да? Это то, о чем вам стоит подумать. Как естественно может быть обидно. Любовь, в любви нельзя нуждаться, потому что любовь – это творчество. И срыва вам нужно полюбить себя. Ну, очевидно, что вы себя не любите, поэтому нуждается столь острова в любви. Вот. Что касается секса, то еще раз повторяю, повторяю. Если вы хотите чисто секс, а только секс в сексуальных отношениях, то для этого соответствующее поведение. Но я не уверен, что вы хотите только секс. Вот. Почему у меня так? Из-за ваше восприятие себя и мужчин. Оно у вас стереотипно, оно у вас, я бы сказал, однобоко. И восприятие мужчин у вас зиждется на восприятие себя. То есть вы проецируете, приносите на мужчин свои определенные проблемы. Вы говорите, нормальный мужчина. Это все, это есть оценка. Оценка вам, к сожалению, мешала. Вот так. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду нам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Не отчаивайтесь. Выбирайте себе психолога и начинайте работать. Я думаю, что все поправимо и все можно скорректировать. Было бы у вас желание.